Последняя минута, можно сказать, я прочитал это письмо, а перед этим был звонок. Валерий Константинович, это я, Олег, который из Брянской области, я еду добывать материал. Вот, то есть, у него есть много что от меня, но рядом же находится, совершенно рядом, не Иглюпина, и они продают саженцы. Ну, что, он мой ученик, читаем. Здравствуйте, это очень важно, кстати, оно касается всех. Ведь, смотрите, Сергей Железов, помните, в одном из фильмов купил 4 саженца на рынке. Да, там было написано персик, но это был не персик, это уже сто процентов. Но дело в том, что, и это не любопытство, и не дурь, просто нам нужны были черенки. Ну, потом можно было выкинуть, мы посадили, она, конечно, все сдохла, это понятно, но черенки-то мы, это, взяли. Так вот, теперь смотрим, как мой ученик побывал там, в НИИ, перевожу, на Уссельский институт. Которым, здравствуйте, я был сегодня в НИИ, которому Канчина имеет непосредственное значение. Лично я не встретил. Так, ну, чтобы вы знали, Канчина написала книгу о черешнях, занимать черешнями. И в книге, эту книгу я сильно раскритиковал. Посмотрел, чем торгуют и по каким правилам выращивают саженцы. Их только часть, остальные привозные. Был повержен в шок. Повержен. Оказывается, почкой приводить лучше, чем черенком. Представляете? Деревья нужно пересаживать, чтобы развивалась почковая система корня. Почковая система. Мм, да. После моих доводов разговор не заладился. Я их упрекнул об отсутствии заметки юг и уровень посадки, что не обрезает крону. Лица остановились с каждым моим аргументом, все хмурее. И я решил уйти. Правильно, морду бы набили еще. Что думаете, пришел? Это то же самое, что прийти в церковь и сказать, что Бога нет. Да еще доказывать, что нет. Можно и схлопотать. Абрикосов, слив груш и так далее, с которых брали материал, я не увидел. Мне ответили, что их нет. То есть, поняли сейчас еще раз. Итак, есть научно-техниститут, есть саженцы. Так, нет маточного сада. Вы уже догадались, что перед тем, как он мне позвонил перед поездкой, я что ему сказал? Мне не нужны фотографии маточного сада и саженца. Вот. Читаем дальше. Я спросил, а откуда саженцы? Ответ, привезли из Москвы. Вот здесь надо было поставить 10 расписательных знаков и 40 знаков вопросительных. Брянск из Москвы саженцы? Ну, дальше понятно. На душе осадок и печаль за свой край. И в то же время светлая мысль, что я уверен вам, Валерий Константинович, я смогу вырастить. Здоровый сад для своей семьи и друзей. Фода пришли по приезду домой. Вот. Но тут я уже не удержался. Смотрите сюда, друзья. Вот. Хорошо имеет такого ученика. Брянскую область мы будем оккупировать, захватывать. Сейчас я вам показываю. Я надеюсь, я ничего не испортил, Антон Валерьевич. Итак, смотрим сюда. Во-первых, это моя гостевая книга. Ага, смотрим. Кто тут не был, полюбуйтесь. Естественно, я ничего включать не могу. Почему не могу включать? Потому что я испорчу передачу. Уже получалось таким образом, что стоит включить видео, и звук, и как называется, звук, и изображение начинает расходиться в разные стороны. Вот так. Псковская область уже наша. Посмотрите потом. Дальше. Вот. А вот садовод Макаров. Во-первых, это он мне сказал, позвонил и сказал, Константинович, благодарю, был мой учитель. Учился по вашим дискам. А я уже начал забывать, что у меня есть диски. Их перестали выписывать. А он еще про книги не знает. Вот. Зовут его Алексей. Так. Он сказал, Константинович, наберете слова садовод Макаров и его помощники. И мы оказываемся в сказке. Причем в сказке настоящей сказке. Ой, боже, мне нельзя включать эту штуку. Как тебя остановить? Да. Как тебя остановить? Ага. Так вот. В этой сказке растут... Смотрим. Я надеюсь, ничего не спорил Тун Валерьевич. Вот эти самые персики. Его слова. Персики абрикоса от вас. Все. Посмотрели. Ох, люблю похвастаться. Так. И где-то он сам лично еще, его физиономия была. Нет. Не получается. Ладно. Ну, вы уже догадались. Сами найдете. Итак, вы набираете... Сейчас у меня даже бумажки было записано. И вы оказываетесь в сказке, но на этот садовод Макаров и его помощники. В Яндексе я набирал. И вы оказываетесь в сказке, но в настоящей, не в сказочном стране. А в Калужской области, захватываем Калужской области. Знаете, что мне сказал Алексей Макаров? Он сказал, мы вас все знаем тут. Я тут один столько про вас рассказываю. Тут уже вся круга знает про вас. Результат видели? Вот. Ну, а теперь пойдем дальше. Что предложили теперь нашему другу Олегу Мезинову? Так, из Брянска ему предложили саженцы из Москвы. И вы поверите в это? Вот. Ну, естественно, что в лицах Муры он успел удрать. А то побили бы за то, что он хотел, чтобы ему еще пометку ставили. Ага, на покупных... На перекупленных саженцах будет вам пометку ставить сейчас. Вот. Знаете, я в таких случаях, когда попадают такие сюжеты, я всегда о Ниду вспоминаю. Это же, меня же блогером называют. Тогда слушайте анекдот. Стоит мужик, пьяный, вдрызг. И с трудом держится за столб телеграфный. Подходит маленькая девочка и говорит, дяденька, надуй мне шарик. Посмотрел и с трудом говорит, сейчас все брошу и буду шарики надувать. Вот. Так вот, сейчас все бросят, те, с кем хмурые лица, и начнут вам пометку ставить. В лучшем случае, если когда-то народ, а про меня узнают все больше, про новую технологию узнают все больше, и когда-то народ... Хотя я ни при чем, в Север-Юг изучали в школе. Я не изобретатель этого. Вот. Может быть, изобрел метку, а может быть, один из изобретателей метки. Таких случаев может быть много. Так вот, значит, получается, что, когда народ станет, возьмет всерьез за шкирку перекупщиков, они будут ставить метку там, где им захочется. Поставят повыше, саженец гнил. И еще я вот что скажу. Это учебный фильм, друзья. Я уже показывал, были уже несколько фотографий, показал. Вот это вот берут, ведь понимаете, садоводство шло с юга на север. Где-то на Украине. Может быть, даже в Брянской области. Может, даже где Канчина калечит деревья и учит всю страну калечить деревья. Даже нежная черешня, да? Вот. Может быть, она не имеет такого значения. Но когда спокойно говорят и ссылаются там на Шреддер, еще на других авторитетов 19 века, ну, на южан, короче, по меркам это южане, что надо приподнять саженец, чтобы у него корневая шейка была повыше, то есть болталась на несколько сантиметров выше уровня. Они все время забывают. Где-то этот номер проходит, где-то, ну, будущая гибель связывается с чем угодно, только не с этим. Сразу не умирают. Идет перестройка, деревья болеют. На юге не умирают. На севере что? Та часть, которая ниже корневой шейки, она под землей. Она не рассчитана на 40 градусные морозы. Даже на 30, поняли, да? Поэтому совет поглубже закопать, попривыку выше, это предатели. Это люди, которые ничего не понимают с удовольствием, а они есть. Вот. И я еще вам буду показывать. Я буду показывать печатное, где об этом пишут. Ну, и те, кто такой безобидный совет, а повыше, корневая шейка гнить не будет. Воздухе висит. Нижняя под корневой шейки, она не рассчитана на такие морозы. Есть она? Есть. А то вспомните, я вам поцитировал эту самую. И еще найду эту самую. Вот. Авторитетнейший человек в науке. Для нас не авторитет, для науки авторитет. Пишет, что дерево само найдет корневую шейку. То есть, куда ткнул, там оно и будет. Ага. Вот вам и уровень. Ну, хорошо, ладно. Вот одно письмо, вот это мне навеяло. На души осадок и печаль за свой край. Спасибо. Спасибо.